Дети изначально творческие, они могут делать все, у них нет вот этих барьеров еще, и я думаю, что способность у детей есть у всех к рисованию, но если только там нет каких-то физических явных недостатков, которые мешают, например, ему это делать. И то при определенном подходе, я думаю, можно даже найти способ выражения. Суть в том, что, если родители дадут правильное направление, то эти способности изначально, которые есть в детях, разобьются еще лучше. Это давать карандаши, давать фломастеры, постоянно обновлять вот этот ассортимент художественных материалов и там альбомы, и скетчбуки, еще что-то, какие-то, показывать картины. Вот это я просто говорю о своем опыте. Например, мне в детстве очень, наверное, много предоставляли вот этой возможности творить. Но при этом у родителей должна быть такая тоже заинтересованность. Если вы хотите, чтобы у ребенка развивалась эта способность, то вы ее разовьете. Если вам это не интересно, например, и думаете, пусть он там занимается спортом, тем-тем танцами, еще чем-то, зачем ему это нужно или так равнодушно к этому, возможно, у него тоже будет такое, но поддержать ребенка на том этапе, когда он рисует, вы можете развить этот талант. И я считаю, что это очень хороший такой оазис, если у человека в жизни будут развиты творческие способности рисовать возможность самовыражения. в жизни это просто чудесное такое, я не знаю, место такое, рай на земле. Это когда ты можешь перейти в это пространство, где ты создатель, соседатель, и ты можешь просто и успокоиться, и переключиться, и принять новое решение. Но это момент, когда у тебя в жизни есть еще одно пространство. Поэтому талант есть у всех детей, и его надо развивать.